Добрый день, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем, да? Начинаем наши программы. 22 число. Серьезно такой денечек. 34 в сумме, да? 22, 25, 27, 7. 34, 4, 9 и 7, 16. Ну, давайте мы об этом, о нумерологии, в другой раз поговорим. А сегодня, ну, скажем так, предыстория или вот то, что здесь написано, разрушающие эмоции, причины, история из огромный мир и первое – страх. Давайте поговорим об этом. Если будут вопросы, вы их задаете в течение эфира. Так? Ну, еще начнем с истории. Давайте начнем с истории или даже предыстории. Ну, прежде чем все-таки это, да, вот лозун такой интересный. Чем хуже, тем лучше. Но это когда-то было в Китае, в Мао Цзэдуна. Чем хуже, тем лучше. И вот если вдуматься, как это может быть, то есть кому лучше, кому хуже. И здесь уже в этом выражении сидит большой страх, чтобы не было хуже. И поэтому, когда там вот этот год был плохой-плохой, ну, как минимум мы как-то все-таки живем. Ну, давайте хотя бы, чтобы следующий год был не лучше, но чтобы было не хуже. Такая система. Ну, как это все было? Ну, скажем так, начнем совсем-совсем-совсем давно. И вот есть такое понятие пороки, человеческие пороки, так? И один из этих пороков, наверное, наверняка все-таки страх, который ведет к очень и очень серьезным последствиям. Как это все возникло, да? И откуда это прошло? Где-то период примерно, вот если мы будем более-менее недавнюю историю говорить, то это период так называемой Ренессанса или период Средних веков. Об этом какая-то программа говорилась. Сейчас появилось такое понятие, как, скажем так, святая инквизиция. Периоды у нас следующие. У нас существует глобальный какой-то такой период, более-менее. Есть, конечно, побольше, поширше вот эти. Ну, будем говорить такой, ну, средненький такой период протяженностью в 4 миллиарда 320 миллионов лет. То есть это период в тысячу эпох, каждая эпоха, которая составляет 4 таких цикла, подцикла. Весна, лето, осень, зима. Или 4 миллиона 320 тысяч лет. Или Сатия-юга, Трета-юга, Два-Пара-юга и Кали-юга. Вот эти периоды. 3102 год до нашей эры, это, получается, 5 с лишним 5 тысяч 100 лет, где-то примерно, да-да, датируется эпохой начала Кали-юги, и она, которая имеет 432 тысячи лет, вот 5 с чем-то тысяч лет прошло. И формально в 2163 году, формально почему? Потому что технически, наверное, потому что астрологически есть определенные показатели астрологические, когда, ну, вот такая ситуация создается. Ну, и высчитано, что примерно, ну, по опыту, по опыту как тех, тех существ, которые прожили эти эпохи много раз. То есть мы на, в течение нашей жизни, столько сколько живем, столько раз мы встречаем весны, лето, осени и зимы, правильно? Ну, скажем, бабочки, однодневки, они живут всего один день, но у них тоже есть подциклы. Вот я там часто гуляю, скажем, по травке, да, и вот я смотрю, у нас появляются одуванчики, но прежде чем появиться одуванчики, у нас появляются цветочки, а потом уже появляются одуванчики, которые, так сказать, отцветают и так далее. Да, то есть происходят какие-то периоды определенные. Ну, и вот если мы начнем, допустим, две с половиной тысячи лет назад, то есть это периоды, которые описаны в определенных текстах. Был такое высшее существо, которое пришел оттуда с высшего мира, посланец, аватар, которого звали Вьясадев. Вот этот Вьясадев, он в состоянии глубочайшей медитации, он вошел во вселенский интернет, вселенский интернет, ну, теперь с ним языком выражаюсь, и он прочитал наше будущее. И он дал указание, как мы будем жить в таком труде, который он написал много трудов. Ну, во-первых, он написал четыре веды, да, но потом он понял, что если раньше люди, допустим, вот им рассказываешь, все понятно им было, то с течением времени теряется восприятие, идет деградация так называемая, и люди перестают воспринимать то, что, смысл того, что сказано, написано. Но раньше вообще ничего не писалось, поскольку люди помнили все. Сегодня люди, как ни странно, тоже помнят, могут помнить все, но у нас есть две памяти, одна называется базовая, вторая называется оперативная память. И в базовой памяти у нас хранится абсолютно вся информация о наших жизнях, ну, хранится, поскольку мы много-много-много раз воплощались, перевоплощались. Вот, но беда в том, что мы сегодня не на уровне базовой памяти, где мы помним все, вот как были те люди, которые помнили все, им письменность не нужна была, правильно? Они все запоминали сразу сходу. А у нас сегодня мы на уровне оперативной памяти, где мы забываем, какую таблетку нам надо выпить сегодня в течение, поэтому, как сказать, все визуально. Ну и ученые тоже самое, им надо пощупать, потрогать. Если раньше ничего не надо было щупать и трогать, они как бы все это и так ведали и знали, то сегодня вот такая система. И вот этот ВИАС-АДФ написал вот эти вот веды в виде, ну, в общем-то, постулатов, скажем так. Но потом он прочитал, там где-то прочитал, о том, что люди нифига не понимают, тем более он с ними уже начал сталкиваться, они не понимают. Он написал комментарии к этим ведам. Люди стали читать, значит, они уже перестали читать сам текст, они уже начали читать только комментарии. Вот, когда они читали комментарии, они тоже перестали понимать и комментарии. Тогда он написал так называемые Пураны. Пураны – это ведические произведения, написанные в форме повествования. Ну, билетристика, как сегодня мы называем. То есть это, не знаю, повести, романы. Вот в виде этого. Ну, и один из вариантов, который все знают или не все знают, послыхали, Махабхарата, да. Ну, и другие, там всего-то 18 Пураны. Ну, из них там самая значимая, самая такая, называется Боговата Пурана или Шримад Бхага. Ну, там много томов и так далее. Сейчас не об этом. Но там, в общем-то, расписано, как, чего. Причем интересно, что вот до чего мы дошли, человек слышит, вот я беседую с людьми, они слышат только то, что говоришь, но смысл они не хотят понимать. То есть кто сказал о том, что ты услышал, так как тот человек, который тебе дал вот эту вот информацию, он это имел в виду. И опять же, в очередной раз повторю о том, что были проведены исследования, когда одну и ту же информацию рассказывали, за круглом столом сидел 10 человек, одну и ту же информацию рассказывали всем этим 10 человекам с улицы, потом их вывели в отдельный кабинет через какое-то время. Да, специальная выдержка такая была. И спросили, о чем шла речь. 10 ответов из 10 были абсолютно разные. С одной и той же информацией. Вот это вот веяние нашего времени, нашей, так сказать, кали-юги, как вдруг все это дело происходило. Поэтому, когда вот я лично беседую, ну, часто я-то имею в виду, скажем, какую-то вещь, и если, ну, она как-то не так воспринимается, то я пытаюсь обратить внимание, но им не отвечают. Так вы же это сказали. Ну, так вот, тогда я обращаю внимание на то, что сегодня вот эти вот Пораны, да, или вот эти ведические тексты, романы, милитристика вот эта на 70% состоит из философии. Философии, да, и только 30% информации, которая, конечно же, без философии непонятно. И вот, значит, появился за 500 лет до начала нашей эры, появился посланник, которого звали, об этом тут было уже недавно передача, которого звали Сиддхарфер Гаутама или Будда, Шакемони, потом он стал Будды, который начал давать людям знания, определенные знания, сейчас не будем в деталях в это. Еще раз я хочу напомнить тем, которые подсоединяются сейчас, это предисловие вот этих разрушающих эмоций и так далее, но часть какая-то, я коснусь этого. И дальше появился Иисус Христос. Иисус Христос появился с одной определенной целью, которую хотел дать людям, желание любви. То есть тогда уже появился страх людей. Страх людей перед чем-то. То есть в повествовании, ну, пускай в Махабхараде, будет написано о том, что, значит, братья пандавы, которые победили в войне с Кауравами, да, это величайшая война была, представляете, вот сегодня это просто детский сад, допустим, если не ясли, да, то, что происходит за 18 дней, погибло, нельзя говорить, так сказать, сколько точно, но примерно, я могу предположить, значит, сейчас сколько, вот мне пришло 600 с лишним миллионов человек погибло. В этой братоубийственной войне, причем брата, потому что там кровные братья сражались друг с другом. Пандавы и Кауравы, это были дети родных братьев, вот. И погибли такое количество людей, я могу предположить, что погибло 666 миллионов человек, да, 3 шестерочки у нас. И вот люди не боялись, заметьте, почему, то есть там, кто погибал, там сражались и погибали к шатрии. К шатрии эти люди, у которых нету страха. То есть у нас, у всех до единого есть страх перед неизбежным, как говорится, да, страх перед смертью. Что интересно, на Востоке, Восток там, где, я хочу напомнить, Восток это там, где солнце всходит, вообще-то. Традиция была такая, что люди, которые погибают в бою, это им дается, то есть, ну, как бы, право на попадание чуть ли не вот туда, в духовный мир. То есть это, многие считали, из-за счастья они не боялись. Вот в чем дело. Почему же они не боялись? А потому что они знали, что в следующей жизни они опять родятся. То есть это просто смена тела, скажем так. То, что нам сегодня непонятно. Мы потом перейдем, к чему приводит вот этот страх, да. Но и поэтому, так сказать, болезни-то не было на самом деле. На земле никто не болел. Но в повествовании описывается тот случай, когда Ютки Шкира, это был старший братьев Панда, он послал своего брата Арджуну, послал в Двараку. Дварака это был город, золотой город, где жил Кришна. И этот город, кстати, нашли в 99-м году. В Лидическом океане нашли этот город, точно все описано, которое было вот в этих повествованиях, поэтому это не сказка. Он послал, и он не возвращается, он стал бояться. То есть уже тогда он стал бояться, причем это невероятно реализованная личность Ютки Шкира. Это детали, ладно, без деталей, но стал бояться, не случилось ли что-то с Кришной. И вот тогда началось вот это вот все, то, что называется страх. То есть люди стали чего-то бояться. То есть никто раньше ничего не боялся, поскольку люди жили, как и жили, а они соблюдали законы вот эти вот, да, и все понимали о том, что приходит срок в свое время. Но все это было тихо, спокойно, и, так сказать, никто на себе не рвал волосы, не рыдал, ты здесь, ты туда, мы здесь, мы здесь, и ты туда, вот, как коронят в Одессе Жанецкого, да, вот. И это было начало. Потом возникла такая штука, как религиозные институты. То есть, если раньше религия, она совмещалась, скажем так, с наукой, и вообще такого понятия как бы не было, это, такого понятия религия не было. Была вера в Бога, было, все прекрасно понимали, Бог был вообще-то один, сколько народностей как бы не было, да, территории как бы не было, была одна земля, где все соблюдали законы, и не надо было ничего делить, никаких границ, ничего не надо было, все жили, как положено, короче говоря. Вот. Ну и потом появились религиозные институты. То есть, религиозные институты тоже не появились на ровном месте, но в пятом веке примерно нашей эры, да, по-моему, да, император Юстиниан, по-моему, мы его звали. Короче, он отменил своей дочери, ибо по повелению своей второй половины, понимаете, у людей есть две половины, как выяснилось, но у человечества то есть одна мужская, другая женская, вот лучшая половина, вот лучшая половина сказала, лучшая половина. Слышишь, Юлик, она ему говорит, вот, жена, говорит, ты понимаешь, что творится? Люди перестали соблюдать законы, ты давай, что-то не стали верить в эту загромную жизнь, понимаете, какая загромная жизнь? Надо сделать так, чтобы не было, чтобы люди не знали того, что они могут переводиться. И ты, Юлик, давай, рули. Ну, Юлик подумал и говорит, все, и сдал указ о том, что никакой загромной жизни нету, есть жизнь на дна и все, и надо в течение этой жизни что-то такое работать, короче, пахать надо, и чем больше мы будем пахать, тем больше мы у казну, понимаешь, императорскую, будем вносить бабки. Вот, вот так это все было и возникла потом такая вещь, которая называется грех. То есть проблема, ну, проблема, не проблема, но в самом случае оттуда все началось. Причем и грех, и такое понятие было первородный грех, да? Что такое первородный грех, да? Ева, которая согрешила. Со, это сразу не одна согрешила, она согрешила с кем? Понимаете? Вот. Ну, там, змея, какая-то такая, змея, там, дракон, там, появился с яблочком. Ну, всю эту историю мы знаем. Короче, все это дело пошло. Дальше пошло больше. И вот когда-то, еще раз, это, так сказать, в лекции одного моего знакомого, скажем так, хорошего, которого нету, описывается, как, ну, собственно, это он тоже сам придумал. В западной, допустим, Бенгалии, да, в Индии, но в то время, очень давно, сейчас уже, там лесов-то нету, я был, какие-то куцы, куцы, какие-то рочицы были. Я, меня водил этот самый, известный там, человек в Индии, не только в Индии, вот этот, вот, шман-баба, он меня водил, храмы, рассказывал это все, да, потом мы выходим, он говорит, вот роща, говорит, ну, лес, по сути дела, послушайте, какой-то куцы-куцы лес, это не лес, а вообще, а бы что, ну, странные очень деревья, они какие-то без листьев, какие-то все какие-то ободранные, что-то такие, ну, вот, просто какие-то, ну, во время зимы, какие-то вот палки, там, что-то растут, но это же все-таки, там, постоянность, да, нету ж зимы в Индии, короче, очень странное впечатление, но когда-то, в те века, это было джунгли, это были джунгли, сейчас они где-то есть, конечно, но очень-очень мало, вот, и деревни, которые находятся в джунглях, люди, которые там, ну, болели и умирали, и бывало, что вымирали целые деревни, можете себе представить, целые деревни, да, ну, много там домов, вот, она через месяц, ее не найдешь вообще, то есть, если не знаешь, где она была, не найдешь, даже если знаешь, и придешь на это место, там не видно, она просто зарастает, поглощает полностью лес, смысл какой? Смысл того, что страх поглощает абсолютно все, он убивает абсолютно все в живое, я сейчас пока скажу, да, а потом более подробно, то есть, в первую очередь, есть такой бог, его назовут бог воды, ворона, ворона, да, мы состоим на 75-80 процентов из воды, и страх как раз таки воздействует на вот эту вот, нашу самую главную составляющую, ну, известно, да, земля, вода, огонь, воздух, эфир, вот, это мы все состоим, но на 75 процентов, мы состоим, до 80, из воды, и вот это воздействует, а что у нас регулирует воду, там, в нашем организме, да, ну, понятно, кровеносная система, наверное, почки, да, почки выводят воду из организма, так вот, в первую очередь, это воздействует на почку, это означает, что, что когда-то, и человек идет в больницу, да, и говорит, у меня почки болят, да, или у него определяется, что-то как-то, да, камень там, допустим, или что-то еще, этому самому доктору, ну, как и пациенту, абсолютно невдомек, о том, что-то следствие, следствие чего-то, значит, надо зайти, ну, его лечит, понятно, лечить-то надо, это же ясно, да, то есть, никто же не отменяет это все, и, но лечит его, он временно, то есть, временное решение проблемы, ну, взяли, подлечили, там, искусственную почку, там, я знаю, и так далее, что такое, взять почку, пересадить почку, человека, да, ну, известно, да, вот, и сегодня, там, почку продают, это вообще полное, полное, это, я не знаю, кем слово надо назвать, можно подумать, если вам пересадили почку, так, вы избавились и стали здоровыми, временно, да, но проблема-то лежит в страхе, то есть, что-то произошло в вашей, в нашей жизни такое, что привело к этому, просто так ничего не бывает, ну, это, я так сказать, это главное, но я, допустим, все-таки у нас предыстория, и вот появились, короче говоря, вот эти религиозные институты, которые нам, всем, ну, как бы, стали рассказывать, что есть такое понятие грех, оттуда вышел, значит, Люцифер, да, но пока мы будем говорить без всяких там деталей, вот, потому что он согрешил, Люцифер, поэтому он пал оттуда, вниз, да, Люцифера, с другой стороны, это как бы свет несущий, там, и так далее, ну, это все детали, об этом можно говорить, но не сегодня, во всем случае, и вот цикл, который начался 2000 лет тому назад, будем говорить так, эпоха рыб, да, будем так говорить, христианство, ну, только смотрите, не обобщайте, еще раз, я просто рассказываю информацию, уровни информации, это развитие, наше, развитие событий, это цикл, в котором все мы проходим, но, он знаменуется тем, что в рамках 432 тысячи лет или Каде-Юге есть подциклы, и уже несколько раз говорилось о том, что нам дико повезло, просто дико повезло, потому что мы живем в том цикле, который называется, который происходит 1,4 миллиарда 320 миллионов лет или в тысячу вот этих вот подциклов, которые называются Ди-Юге-Юга, 4 миллиона 320 умножить, на тысячу будет 4 миллиарда 320 миллионов лет, вот, так вот, Сатя-Юга, да, последний цикл из этого самого, ну, зима, будем так говорить, она имеет подциклы, которые две тысячи лет, примерно, две тысячи лет плюс промежуточный период, который называется Пролая, на санскрите, а Пролая это промежуточный период, переходный период от одной эпохи до другой эпохи. Такого не было, 4 миллиарда 320 тысяч, 320 миллионов лет такого не было на Земле, да, что это бывает один раз вот в эту эпоху, в которой мы с вами, друзья, живем, да, вот, и те великие существа, которые находятся там, они же, у них же, еще раз, срок жизни не наш, земной, то есть, проходит огромное количество лет, они же это знают, и они с нами, в общем-то, общаются, они приходят иногда на Землю, вот, посылаются аватары, да, присылается, вот, Господь Будда, Господь, там, Иисус Христос и так далее, Господь Кришна там, я знаю, Вишну, вот, и появился относительно недавно, еще раз, в этих 2000 лет есть переходные периоды, которые длится определенное время, то есть, мы находимся сейчас в маленьком подцикле перехода к 2163 году, это очень небольшой такой период, ну, может, даже не на нашей жизни, но, неважно, но все равно мы будем так или иначе переродимся, и в каком-то поколении мы это все увидим, вот, но, был такой цикл, который наступил во время, как раз таки, вот этого, ренессанса, потому что 2000 лет тоже делится на подциклы, да, и вот это та самая святая инквизиция, которая была создана для того, чтобы уничтожать тех существ, которые пришли, будем говорить простым языком, понятным всем, из огромного мира, и вот здесь надо сказать о двух мирах и двух светилах, которые руководят этим миром, этим, ну, и другим миром, я почитаю, что там у нас, с Борисом Рафаиловичем, до узора, ну, Борис Рафаилович, пока не с нами, я надеюсь, о том, что он опять появится, ну, вот у Вайтов имеется в виду, ну, давайте мы не будем отвлекаться, поскольку у нас все-таки сейчас программа на другую тему, хорошо? Если вас это очень интересует, запишите в центр, как известно, все должно быть централизовано, я вам не могу сказать, у него есть какие-то причины свои, я не знаю, я давно не общался, но попробую позвонить. Так, поехали. И вот на стыке, да, два мира, да, и два светила, одно светило, под которым мы все живем, и это мир наш реальный, это светило называется солнце. Но у нас, оказывается, есть мир, то, что люди называют загромным, это не загромный, это какая-то маленькая часть того мира, который называется гиперион. И вот там существуют другие законы, диаметрально противоположные законам, которые существуют или должны существовать, или существовали на земле. Соблюдение заповедей о том, что у нас есть Бог, самое интересное, там у них тоже есть Бог, но у них там все построено, там, построено на страхе. то есть и на какой-то идее, если эту идею претворить в жизни, то надо претворить с помощью, скажем так, других вариантов нет, с помощью насилия, с помощью террора такого, то есть с помощью войн. Поскольку мы находимся в переходном периоде и на нашей, сказать, ну, войны были всегда. Войны были, мы сейчас, если мы говорим о войне, значит, на поле Куркшетра, то, извините, это было тоже в наше время, ну, 5000 лет назад, но все равно в наше время, да? Вот. Мы можем говорить о 240 миллионов лет тому назад, где была война совсем другая, но это война была не вожители, война девотов с асурами, да, об этом там в другой раз. Вот. Но там была совсем другая история, но мы сейчас находимся и очень и очень примитивно воспринимаем ту информацию, я другого слова, извините, не могу подобрать, поскольку это так описывается, примитивно, поскольку мы владеем всего тремя измерениями, поэтому примитивно по отношению к тем, которые владели ну, десятью, там, я не знаю, я не говорю уже про 96 вот измерений, да, и параллельных миров, там, и так далее. Короче говоря, во времена вот этого ренессанса было страшное дело, то есть мы попали, ну, они попали, неважно, или мы в то время, попали в ту эпоху, где уровень интеллекта, вот если у нас сегодня там 4-5 процентов, и в принципе уровень интеллекта есть такой показатель, это не IQ, правда, да, это вообще не IQ, это, ну, показатель того, как человек, как гитарергосом, да, мыслишь, следовательно, существую, нет, не обязательно ты существуешь, ты можешь мыслить, существовать, как вот эта субстанция, там, в жестком теле, в твердом теле, в грубом теле, но не как личность, иначе, когда ты должен жить неизмеримо дольше, короче говоря, состыковались два мира, первый мир, наш мир, второй мир, это гиперион, потому что они находятся абсолютно на, ну, вот, пограничное какое-то состояние, которое трудно перейти, перейти через физическим образом, очень трудно перейти, но можно перейти, к примеру, да, и вот они переходят, время от времени, они туда, они хотят попасть на землю, почему, потому что земля, причем, интересно, хотят они попасть на землю, да, и хотят попасть на землю высшие существа, которые живут неизмеримое количество лет, в нашем понимании, оно измеримое, но оно такое невероятное, там, не миллионы лет, они живут, миллиарды наших земных лет, но, дело в том, что этот мир материальный, ведь, да, осуществует мир духовный, ну, и все хотят, как бы, жить вечно, во-первых, ну, и попасть в духовный мир, и поэтому земля, это плацдарм, и постоянно происходит, вот, борьба за этот плацдарм, с которого, ну, понимаете, вот, где-то, какой-то катаклизм, да, и вот прилетел самолет, да, и он хочет забрать людей, чтобы они не погибли в этом катаклизме, ну, примерно то же самое, да, поэтому всех ринулись туда, и все хотят попасть именно в это место, на этот аэродром, и улетели на этом яроплане, понимаете, куда-нибудь, короче говоря, открылись пути, и самый интересный, и самый главный пример такого существа, которого мы все знаем, который пришел к нам из оттуда, то есть, прежде чем я про него, ну, это Сталин, да, но вот более подробно уже говорилось, я повторю сейчас, но дело в том, что святая инквизиция была создана для того, тогда люди знали, да, получается, то есть, уровень, мало того, что уровень интеллекта был очень и очень низкий, он доходил чуть ли не до одного процента, поэтому наши люди, вот, если туда закинуться Лона Маска, это был бы вообще-то, это был бы, ну, не вожитель, короче говоря, Лон Маск, да, или Белла Гейтс, или кого-то там еще, или Ольгу Викторовну туда закинуть, ну, еще по-круче было, шучу, но действительно, это так, да, любого из нас, короче говоря, уровень интеллекта любого из нас, особенно в центре Сангель, друзья, это просто, ну, космос, короче, для тех людей, которые жили тогда, но пробой и случается, там появился некий, понимаете, этот Леонардо, там и так далее, но это не об этом, короче говоря, это была попытка борьбы с этими загромными, которые мы, вот эти вот мертвецы, понимаете, которые там, зомби, короче, но они не зомби, они действительно, это самое там, из того мира, и у них было, еще раз повторю, основано все на терроре, и на какой-то идее, которая требует воплощения, ну, потому что у них идея, но основана, еще раз, на страхе, к сожалению, к сожалению, получилось так, что вот эти вот, как их называют сегодня, эти рептилоиды, вот, они захватили все, то есть, они заменили, во-первых, у них есть качество превращаться в любого человека, к примеру, то есть, они рептилоиды, но они сделают так, что они будут вести себя, как люди, это не те роботы, которые с лицами, это другое, то, что сегодня, это artificial intelligence, AI, или ИИ, это искусственный интеллект, по-русски, вот, нет, это не то, но отголоски, примерно те же самые, то есть, это никуда вообще, на самом деле, но это тема другая просто, и вот это, искусственный интеллект, это как-то в другой раз, короче говоря, они их заменили, да, и это были люди, которые там, оттуда пришли, поэтому, потому что, что произошло, ну, одного сожгли на костре, понимаете, а второго заставили отречься, пример просто, да, вот, это не та инквизиция, то есть, это не святая инквизиция, это уже была инквизиция, совсем другая, и когда мы называем инквизиция, мы не понимаем самого этого слова, этимологии и так далее, смысл-то был совсем другой, устранение не то, что устранение тех людей, которые не нужны, то, что сегодня происходит у нас на земле, несколько лет веку, да, вот эти, плановая демия, допустим, да, это, знаете, как это своего рода, вот та самая святая инквизиция, потому что мы опять находимся в этом цикле, под цикле, под названием Пролая, которая называется, ну, уничтожение нежелательного населения планеты, короче говоря, если тогда это были существа, то сегодня вместо существ, ну, есть возможности совсем другие, ну, какие-то там запустить какой-то, как говорят, вирусы, но это глупости, конечно, но тем не менее, я об этом скажу, допустим, осторожненько надо говорить, но, к примеру, там какие-то циклоны, я знаю, какие-то там землетрясения, какие-то цунами, ну, вот и все, то есть это устранение, те устраняли, понимаете, сегодня устраняют людей с земли, о случайности не бывает, простите, и когда говорят, а у меня нет хармы, ну, человек просто не понимает вообще, о чем он говорит, ну, это его право, у нас сегодня мало кто понимает, о чем говорит, но зато очень крутые все, они все, как будто что-то обучают, понимаете, вот, ну, время такое, так вот, значит, средняя продолжительность жизни составляла 30-36 лет, в то время, дети умирали в младенчестве, те, кто, значит, доживали до какого-то там подросткового периода, тоже умирали, их родители, их избивали нещадно, то есть все было основано на страхе, на страхе, да, вот, их преследовали невероятные, какие-то совершенно невероятные болезни, да, вот эти вот исчезали прямо целые, то есть умирали пачками, миллионами люди, да, это был период, основанный на том, ну, и люди, естественно, боялись, оттуда все пошло, это был период, он закончился, этот период, начался другой период развития, ну, и, что сегодня, я смотрю на время, надо заканчивать, еще раз у нас предисловие, да, пока, и вот, что происходит, значит, да, Сталин, значит, Сталин пришел на землю, в очередной раз, повторю, это уже много было программ, пришел на землю для того, чтобы выполнить определенную функцию, и он был какой-то фигурой, ключевой фигурой, и дело абсолютно не в войне, допустим, а это просто был период времени, который должен был чем-то закончиться, завершиться, поэтому нет смысла сейчас пока обсуждать, о чем идет речь, что было бы, но могло произойти, но все это дело контролируется оттуда, и это был просто, так сказать, переходный период, но тоже было все основано на страхе, потому что все боялись попасть под раздачу, все боялись слово произнести, оно может быть будет истолковано по-другому, это слово, короче, все было основано на страхе, Сталина убрали, когда он выполнил свою, ну убрали, неважно, сам или не сам, это уже не имеет значения, это уже какие-то конспиративные теории, которые никому не нужны, об этом можно говорить, но практического смысла это не ничего, ничего, вообще никакого смысла, вот, ну и еще раз, самая главная эмоция, поскольку главная это у нас разрушающие эмоции, вот первая эмоция, это страх, мы продолжим, да, об этом говорить, но кроме того, что страх сразу, сходу влияет на почки, это может быть тоже следствие каких-то совсем других болезней, поскольку сегодня болезни у нас мигрируют, совершенно, определенно, и это, вообще-то говоря, первый путь к онкологии, сразу, да, люди, которые боятся к онкологии, я сказал бы другое, но это другой раз мы поговорим, это обиду, вот смотрите, человек обиделся, да, обиделся, ну, его взяли и удалили из чата, он обиделся, он сказал то, что он думает, а его взяли, убрали, понимаете, он обиделся, значит, самое интересное, обиделся он на себя, и он начинает кого-то после этого, так сказать, ну, он, предположим, ничего сделать не может, да, вместо того, чтобы обидеться не на себя, а попросить прощения, потому что ситуация у нас двояка, можно ее воспринимать, нет, он продолжает обижаться, и этим самым очень серьезно обредить себя, потому что он себе, приводит себя, обиды приводит прямую, это доказано, качество характера есть болезни, которая, я это делал в прямом эфире, я делал с моим приятелем, который приезжал и выступал у меня там на радио, когда я вел программу на радио, в Чикаго, он выступал прямым, мы это эксперименты проводили в живом эфире, человек по голосу определял, понимаете, характер, а характер это болезнь, если вы послушаете Торсунова, так у него там огромное количество этих лекций по этому поводу, то есть, что происходит, человек приходит, у него начинает развиваться опухоль, опухоль развивается, я когда-то приглашал довольно известного доктора из Украины, я не помню, Ивана Франкова, нет, ну, неважно, вот, и речь шла о том, что, ну, можно лечить, конечно, такие тяжелые болезни, разными способами, да, но и она говорит, приходит, вот, онкология, рак, да, она говорит, но рак-то не возникает, как будто вот это самое, там вырос, грипп вырос после дождя, да, за одну ночь, такого не бывает, оно накапливается, 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 и когда человек начинает обращаться куда-то в клинику, то уже поздно обращаться, поскольку я уже говорил, в соответствии с аюрведой существует шесть видов болезни, если кому интересно, мы об этом можем поговорить, они все, эти шесть стадий, точнее, заболевания, они все есть, и современная медицина приступает к лечению на пятой стадии, шестая терминальная, ну, вот вам и эффективность, понимаете, лечения, прекрасная наша медицина, никто не спорит, оно диагностическое, особенно сейчас, это великолепно, да, диагностика, действительно, можно много чего, это очень далеко прошла наша медицина, и, конечно, уровень жизни у нас будет выше, и, конечно, у нас будет, это позитивная вещь, поскольку мы, так или иначе, перейдем в период благоденствия, так или иначе, но не все его могут увидеть, и не все могут попасть, там, где мы сейчас, скажем, находимся, не все, их, так сказать, отправить в разные места, на какие-то другие планеты, в каких-то других телах, можно подумать, на Солнце нету жизни, есть, конечно, конечно, не белковое, понятно, на Луне, что нету жизни, есть, только на другая, мы этого не видим, нашими, глазками, ушками и так далее, вот, но она же есть, поэтому, ну, попадем, видеть там, инфузории, туфельки, тоже, живое существо, вот, но, человек приходит, значит, то есть, вот эта онкология развивается, не как, сказать, это не как взрыв, человек сжигает, то есть, уходит очень быстро, но это уже стадия, она уже не лечится, и, допустим, его, то есть, это у него урок, а он этого не знает, понимаете, а он продолжает обижаться, он обижаться на всех, значит, что происходит, мы обижаемся на наших близких, правильно, обижаемся, ну, конечно, внимания нету, дети нам не звонят, правильно, мы не звоним нашим родителям, правильно, они обижаются, от мала до велика, как говорится, да, все друг на друга что-то обижаются, вот он не то сказал, он меня, оказывается, вот я беседую с человеком, да, моя очень хорошая знакомая, я говорю, я ей говорю, ну, уже так, возраст так, солидный, я ей говорю, ты понимаешь, ну, как-то я не привык гладить по головке, ну, вот я говорю, как и есть, она мне отвечает, со мной так нельзя, нельзя, говорит, я говорю, почему, а может, нельзя, не, она говорит, нельзя, я спрашиваю, почему нельзя, она говорит, а у меня низкая самооценка, поэтому у меня надо гладить по головке, я говорю, ну, давай, только как ты решишь свою, как ты повысишь эту свою самооценку, оказывается, для этого что-то надо делать, вы понимаете как, а мы это делать-то не хотим, что самое интересное, ничего, вот мы как бы, как бы, ну, как бы все знаем, вот, а если, ну, есть, конечно, там учеба, есть, конечно, у нас преподаватели, которые замечательные, которые, конечно, обучают, но в основном люди задают вопросы, а что мне как-то, я вот вчера, вот, мы вели с кем, с этой, Моникой, мы вели там передачу, я с ней вел, да, и вот, вспомнил о том, что как раз вчера у меня было, типа, консультации, ну, это я не делаю консультацию, но я просто пытался помочь и объяснить ситуацию, которая у женщины была, ну, и я сто процентов знаю, как от нее можно, так сказать, избавиться, но ведь это же я знаю, правильно, а человек не слышит, правильно, то есть здесь проблема не в том, что она вот сегодня произошла, так как проблема не с, не с, человек рак, а какой доктор, расскажите, знает о том, что он где-то, оказывается, обиделся, то есть это накапливается, 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 и доходит до взрыва, и все, так, что делать, расскажите, причем, что самое интересное, я уже заканчиваю, что самое интересное, 10 из, ну, может, 9 из 10, но я думаю, 10 из 10 проводилось время, а что делать, это порог, порог, страх, это порог, порог, обида, это порог, порог, ну, сказать, что нет, допустим, порог, жалость, это порог, порог, оказывается, все говорят, нет, это качество, это свойство, понимаете, вот человек говорит, ну, меня гладить по головке надо, оказывается, понимаете, ну, а как ты тогда избавишься, а я знаю человека, который искал себе учителя, который будет бить, он так и писал, прямым текстом, я хочу найти учителя, который будет бить меня по моему ложному эго, то есть это причисление себя самого к какой-то, ну, что ли, избранности, вот я такая, и, а почему ты такая, в этом случае, или такой, почему надо делать с того момента, который уже следствием является, давайте же не допускать того, что есть, тогда по головке не надо будет, и бить никого не надо будет, да вот его нещадно критиковал, его учитель, нещадно, и каждая его критика воспринималась, как работа над собой, а у нас как обида, и после этого один раз раскритиковали, а случайности не бывает, правильно, значит, это зеркало, да, вот, а он не хочет слышать, или она не хочет слышать, второй раз, третий раз, бах, обида, 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 накопление этих обид приводит к онкологии, приходит человек к доктору, доктор говорит, сейчас будем решать ваш вопрос с помощью, ну, там, известно, каких методик, хирургии, или там, какие-то другие вещи, и толку никакого, ноль, все, ну, вот, что делать здесь, почему очень духовные личности, давайте, посмотрю здесь, я не знаю, кто такие, СН, вы пишите, кто такие духовные личности, СН, РБ, я не знаю, кто это, вы напишите, кто это, а, без фамилии, ну, хорошо, ладно, без фамилии, а кто сказал, что они духовные, во-первых, я не знаю, я могу вам привести пример, вы, Татьяна, должны посмотреть, и о том, что сказал, или в самом начале, о том, что произведения, ведические произведения, они создают на 70% из философии, и на 30% информации, которая тоже не воспринимается, а, Рами Блэк, ну, Рами Блэк, сам об этом сказал, ну, он тоже грешил, вообще-то говоря, а кто первый, Лазарев, Лазарев тоже болеет, это я не знал, значит, я вам хочу сказать, вот что, значит, мы, никто из нас, не совершенны, и это и есть, человек не может, смотрите, как, что происходит, сапожник без сапог, почему доктор болеет, ну, логический вопрос, доктор, вы же болеете, как вы можете лечить другого человека, ну, как вы можете лечить другого человека, если вы сами болеете, вы лечите себя, а потом уже лечите других, логично, логично, что же происходит, значит, я вам могу сказать, вы знаете, я от чего умер, Будда, нет, от онкологии, как это так, но ему надо было умереть, почему у каждого свой срок, он выполнил свою задачу, в этом мире, он выполнил свою задачу, он должен уйти, Владимир Высоцкий умер от чего, он выполнил свою задачу, в этом мире, понимаете, вопрос в том, что мы-то вечные, тела нет, но есть причины, так вот, тут надо входить в эту самую глубину, это же кармические все вещи, дорогие друзья, как он может помнить, духовный он сегодня, он духовный, ну, задайте тогда вопрос, а почему умирают младенцы, расскажите, а в чем они согрешили, расскажите, в том-то и дело, что болезнь, она по времени оттянута, то есть кармическая, любая болезнь, это кармическая реакция, болезни могут быть, об этом можно поговорить, как правило, болезнь, это не в наказании, нету слова наказания, Бог, это мы так воспринимаем, о том, что Божненька, зачем ты нас наказываешь, да не Божненька наказывает, мы сами себя наказываем, но только мы не хотим этого принять, значит, смотри, что происходит, что происходит сегодня, все все время борются, все все время войны, постоянно идут, то есть, кто-то хочет доказать кому-то, о том, что он лучше, он круче, он хочет повелевать, он хочет завладеть территориями, он хочет быть властелином мира, в материальной вселенной, так созданной для этого, это игра, постоянная игра в войну, понимаете-ка, вот, если мы будем, если мы хотим избавиться от этих наших пороков, их не надо искоренять, во-первых, потому что это пороки, жалость – это порок, что самое интересное, милосердие – это не порок, это достоинство, милосердие, а жалость, о всем разница, и пускай кто-нибудь мне сейчас даст определение, чем отличается жалость от милосердия, да, гарантирую, что мало кто даст определение, мало кто об этом думает, конечно, если сейчас значит думать, то кто-то и скажет, где-то, но это разные вещи, оказывается, то есть мы очень многих вещей и не знаем, и это наша очень и очень серьезная беда, существует программа, смотрите, возьмем Нарбекова, Нарбеков, вот палминг, знаете, как палминг, берешь и глаза, это самое там, да, это же, это же замечательная вещь, возьмите этого бутейка, да, дыхательная гимнастия, откуда она взялась, оказывается, пранаяма существовала, то есть новая – это хорошо забытое старое, есть техники, они забытые, и есть компании, кстати, или там преподаватели, которые эти техники, их и дают, только это же заниматься-то надо, понимаете, у него был рак, Татьяна, верно, да, и Рами сказал, он сам, слушайте, я помню, когда, ну, не все это может быть, но я помню, когда это начало самое, так сказать, не один раз общался с ним, вот, лично, да, это было, но мы же его знаем только, когда он встал, а где он был, мы же эти вещи не знаем, откуда он приехал, да, что он делал там, об этом он не говорит, ведь, да, и он прекрасно знает о том, что где-то как-то он делал, я спросил, к примеру, у Тушкина, в Радженда Кумар, с которым тоже я много раз беседую, я говорю, а вот как вы считаете, а зачем это нужно, Рами было, вот, допустим, выходить в эфир и об этом всем, так сказать, всему свету, да, по секрету, зачем, он говорит, да, действительно, я тоже не понимаю, ну, для чего, все равно мало кто об этом разберется и поймет, дело в том, что мы-то не помним эти вещи, когда Арджуна спрашивает у Кришны, говорит, а тот вечный юный, понимаете, он не старится вообще, но он же Господь Бог, как бы, да, поэтому он спрашивает, а почему я ничего не помню, а ты помнишь все, до единой своей жизни, он говорит, ну, ты находишься в материальной вселенной, материальной вселенной, осознанной для того, что, ну, вот это, так сказать, время такое, о том, что, это же Кальюга практически наступила уже, вот, о том, что люди не помнят эти все вещи и не умеют общаться с высшим слоем, где правила находятся, правильно, то, что наверху, то и внизу, внизу уже ничего не осталось, никаких правил, а наверху правила-то есть, они записаны, но мы-то не умеем с этим делом обращаться, поэтому я вас уверяю, дорогие друзья, при желании, да, можно любую болезнь развернуть и перевернуть, да, и тот самый Лазарев, я уже не знаю про сейчас, но я помню во второй книге, диагнозика кармы, я не помню, какой, какой-то из книг, я очень давно читал, когда у него уже было такое, меланома у него была, и его брат сказал о том, что, ну, шансов нету, или очень-очень мало, он понял, что тело не спасти, он стал молиться, это он описывает, понимаете, но дело в том, что, наверное, это не закончилось, потому что опухоль, или, допустим, вот, которую взяли, там, достали, там, вынули, я знаю, удалили, но она будет мигрировать, причина не устранена, но, смотрите, мы молимся, да, он молится, на этом этапе он себя устранил, да, он зацепкал, он же описал это, зацепка за материальность, у нас зацепка за материальность, у всех у нас, то есть, что такое зацепка за материальность, ну, как, деньги, правильно, на первом месте у нас сегодня стоят деньги, дальше, деньги есть? Машина, деньги есть дальше вот я крутой я крутая о чем мне это надо вот люди вместо того чтобы приходить и объединяться они разъединяются